В приподнятом настроении Батыржан постучал в дверь, вошел в свой класс. Ну, Батыржан, и где ты бродишь до сих пор? И почему ты ведешь себя так? К тому же, постоянно опаздываешь на занятия. Спрашивают? Никто не может ответить, где ты. Ведь те же знают, что я был у Огайо, у директора. Батыржан удивленно посмотрел на одноклассников. Те пожали плечами. Ничего не отвечая, поглядывали друг на друга. Ладно, поверим. Ну, а что сказал директор? Он меня похвалил. Сказал, поедешь на конкурс лжецов. Тут будто бомба взорвалась в классе. Все схватили за животы. Смех и веселье заполнили кабинет. По моему бабу мальчик вышел из класса. Весь мир, кажется, восстал против него. Все хотят осмеять его. Все хотят осмеять его, и никто не умеет. Чувствуя себя одиноким, Батыржан остановился около окна. Как же так случилось, что даже родители не поверили ему? Вдруг его снило. Он же ведь тоже их много раз обманывал. А они, возможно, так же устрадали от обиды, как и он сейчас. Я, оказывается, совершил большую ошибку. Надо пойти домой и попросить прощения. Батыржан заторопился поскорее домой, Чтобы обнять своих родителей И поскорее избавиться от чувства одиночества. Впереди него идет старичок И не дает себя обогнать. В его руках пачка оконных стекол. Обогнав старика, Батыржан подумал. Дедушке, наверное, трудно. Пройдя немного вперед, возвратился обратно. Дедушка, давайте, я помогу вам донести. Аксакал передавая стекло от души благодарил мальчика. Пройдя немного по улице, Они оказались в знакомом дворе. На улицу смотрело окно с разбитым стеклом. Это был тот домик, где Батыржан вчера разбил окно. Один мальчишка разбил стеклом, А потом сбежал. Отлупила боевой, если поймала на месте, Сказала вышедшее на крыльцо старушка. Батыржан печально пристил голову, Поднялся металл. Бабушка, это был я! Вот, накажите меня! Нечаянно я плумяшный в том направлении. В общем, виноват ли? Пройдите за это. Старушка помолчала и сказала, Никто не накажет пришедшего с покаянием. Не мучайся, сынок. Хоть поздно, но ты все же попросил прощения. Теперь возвращайся домой с Богом. Это были первые теплые слова, Услышанные им после вчерашнего. Перед глазами замеркали лица друзей, Которые показывали на него пальцем. Дома, умывая руки, Мальчик посмотрел на зеркало. На него глядело отражение. Он сделал суровый вид. Отражение глянуло сурово. Разве не с этого зеркала все началось? Это ты? Спросил он двойника. Ты же стал причиной моих мучений. Как это? Я виноват? Разве я заставлял тебя лгать, Видя, что ты не в ладах с истиной, Решил тебя познакомить С обманчивой жизнью за зеркалье. Ты можешь оставаться здесь, Если нравится живая жизнь. Нет, я не нуждаюсь в таком существовании. Батыжан отчаянно цепился обеими руками за края, Стал пристально смотреть в зеркало. Вдруг он почувствовал, Что снова переходит на другую сторону зеркала. А его двойник, как вчера, возвращается к себе. Постой-ка, ты почему-то побледный? Неужели не здоровится? Мать озабоченно приложила ладонь колпу. Это от того, что ты слишком поздно лёг спать. Ты понял, что теперь перед сном Не будешь играть в компьютер. Мать прошла из гостиную, Включила телевизор. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях Знаменитый илезонист Артак Ата Представил телеведущий. От неожиданности Батыржан выронил книгу. Рядом телеведущим сидит вчерашний старик, К которым он помогал нести стекло. Взглянув на него, Аксакан угнулся на весь рот. Затем подвигнулся. Здравствуйте! Не выдержав, позоролся мальчик. Простите меня! Я больше не буду лгать! Уверен? Спросил Аксакан. Уверен! Ответил мальчик. Уверен! Аксакан углы!